Ну что, ребята, давайте сходим на Хрустальный пляж, я вам покажу его, он такой необычный Голубей моря А вот специальные, как в Москве, вот эти вот самокаты По приложению платишь, заказываешь и гоняешь по Севастополю Да, центр очень красивый Ребята, вот мы обогнули вот такой как бы мыс И вот сейчас идем на Хрусталку Так, ребята, ну мы пришли с вами на Хрустальный пляж, его называют Хрусталка Здесь я 10 лет назад купался, смотрите, как он выглядит То есть здесь нету привычных нам гальки или песка Здесь вот под навесом стоят летом куча-куча лежаков И люди просто вот так спускаются, как в бассейне, и поплыли Вот видите, и вот так вот по периметру идут вот такие вот спуски А вот здесь летом поставят лежаки А я всегда купался вон там за углом, потому что там было поменьше народу Вон памятник затопленным кораблям, ты как бы обозреваешь Но это вот прям центр-центр То есть, конечно, какие-то живописные пляжи нужно отъезжать в другие районы И вот так вот так идет заворот Вон там уже начинается открытое море А сама вот бухта вот севастопольская Тут весь Севастополь в бухточках Вот тут вот я отдыхал Вон там на втором блоке Здесь ставят очень-очень много лежаков деревянных И вот, кажется, вот там на втором блоке я спускался, как в бассейн и купался Ну вот у них это называется городской пляж, хрустальный А вон впереди легендарный памятник солдату и матросу Но мы пойдем в обход, потому что, как бы Настя сказала, тут тропинки нет С одной стороны вот так вот обозреваешь Севастополь, да, Севастопольскую бухту И вот тут вот такой памятник Ребята, посмотрите, какой цвет воды Потрясающая просто вода И дно такое Ну здесь немножко отдохну, подышу воздухом Подышу морем И потом дальше пойдем гулять Ну и сейчас, ребята, поднимаемся к памятнику солдат и матрос Настя сказала, что здесь не пробраться Хотя, конечно, я какие-то тропинки вижу, но не буду я рисковать Лучше обойдем вот этот вот небольшой мыс и подойдем к памятнику Да, хорошо, спасибо Местная жительница сказала, что все-таки можно по тропинкам туда добраться Потому что обходить долго Ну не знаю, давайте попробуем Ну что, смертельный трюк Местная жительница бабушка сказала Верю ей больше, чем Насте По опыту и возрасту Ну что, ребят, погнали Да вроде шикарно Вроде нормально поднимается вообще О, посмотрите Уже повыше стало, красивее Вода вообще потрясающая отсюда, посмотрите Белая, синяя, зеленая Да тут вообще, в принципе, очень-то и нетрудно идти Я сейчас бы такой крюк сделал вокруг вот этого вот всего мыса Еще выше Вон, девочки какие-то на пляже фотки делают Вот он, маяк Михайловский бастион, вход в Севастополь Вот здесь наши предки сделали полосу из затопленных кораблей И мачта не дали пройти врагу Англо-французскому флоту Севастополь был спасен Вообще потрясающие исторические места Севастополь это вообще что-то совсем невероятное Не просто потому, что он отдельная федеративная единица от Крыма Потому что это город федерального значения А даже по духу это вообще другой Крым Так, ну а мы идем дальше Так, идем, идем, идем Ой, мимо цветущие черемухи Посмотрите, как сверху красиво Вы просто посмотрите, вообще Я уже практически дошел до памятника Но туда я, наверное, буду перелазить через забор Просто обалденная, потрясающая панорама Даже боюсь представить, что со мной будет на мысе Фиолент Когда я туда поеду Там просто потрясающие виды Если меня уже здесь захватывает дух Так, ну что ж, и поднимаемся к солдату и матросу Ребята, все, ловите лайфхак Не надо обходить После того, как прогуляетесь по хрусталке И посидите вот здесь на камнях Можете прям спокойно И даже женщины, и мужчины Ну, мужчины тем более Вообще не сложно Вон я вижу даже с детьми Эта женщина для меня просто была роковой Она спасла меня от очень долгой дороги в обход Все, мы пришли Так, вот единственное, как здесь подняться Через заборчик, наверное, перелазить Ну, тут вообще не проблема Ну что, перелазим Тут очень все легко Вот сюда ножку поставил, перебросил и все Ой, вообще легкотня Я даже вон не держусь даже почти Все, мы на месте Вы помните, что я был недавно в ноябре в Волгограде В городе Героя Какие были у меня эмоции около родины матери Вот, ребята, вот здесь то же самое Точно такие же эмоции Просто монументальная композиция Матрос и солдат Такое могло быть только в Севастополе поставлено И, конечно же, здесь вечный огонь План по его созданию появился в 1972 году Вы представляете, 9 лет решали, как его поставить Какие эскизы Разрабатывали какие-то ландшафтные проекты Историки спорили И вот спустя 9 лет, в 1981 году, все-таки начали строительство Потом снова оно прекращалось из-за отсутствия денег То есть это нереальный долгострой В 2004 году все-таки выделили деньги И к 9 мая 2007 года он все-таки был воздвигнут Он представляет собой пехотинца и моряка, рвущихся вперед Но так как Севастополь это все-таки город-порт Это наш военно-морской флот Поэтому, конечно, моряк немножко идет вперед И доминирует над пехотинцем Но, тем не менее, это дружба пехоты и военно-морского флота И посвящено это обороне Севастополя в 1944 году Высота памятника 40 метров Как и родина-мать, он виден со всех концов центральной части города Вон, стройки идут Походу здесь будет какой-то апарт-комплекс Или квартира, или торговый комплекс Ну, не знаю, что-то прям идет такое глобальное Какие-то многоэтажные вон строятся Прямо представляете, около моря Вода просто изумрудная Даже отсюда видна чистота Все камни, все дно Значит, ребята, я уже возвращаюсь вниз И вот такой вам лайфхак Когда будете подниматься вот здесь вот по тропинке То не надо перелазить через забор, как сделал я И вот тут вот прям поднимаетесь Тут конец забора И нормально проходите на площадь Ребята, посмотрите, купаются моржи Плюс 10 градусов Это городской пляж О, какие закаленные люди Подошел к женщине, ну, не стал снимать на камеру Ну, как-то неудобно тыкать Потрясающе, говорю, выглядите Сколько же вода, говорю, градусов Я, говорю, руку туда положил Говорю, у меня чуть не свело Она 8 градусов И такая плавает, улыбается Я говорю, ну, вы местная, она, да, местная Я говорю, ну, вы же не просто вот так с бухты барахты Наверное, готовились Она 25 лет и готовилась Так, ребята, захотелось мне пить около Хрустального пляжа Вот такой вот магазин продукта, вино Покупай, вот внизу, в подвале Ну, цена, конечно, для центра Вот 0,5, 35 рублей Кстати, ребята, по поводу интернета Если в Ялте он работал, ну, очень-очень плохо Ну, на набережной хорошо Там где-то в других районах прерывается постоянно Даже местные говорят, что мобильная связь в Ялте Очень плохая Потому что горы, 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 горы Очень плохо идет сигнал Ребята, в Севастополе Просто великолепная связь И мой тариф «Волна мобайл» 45 гигами я вам рассказывал во второй серии Шикарно, просто шикарно Серфирует, дрейфует На волнах скоростей 4G Потому что тут ни гор, ничего нету Открытая местность Великолепный интернет Самое время пообедать Потому что после таких прогулок После такого воздуха Я очень сильно проголодался Ну и по совету моей подруги Насти Мы отправимся в столовую у мамы Около центрального рынка Точно адрес улицы Щербака Дом номер 1 Ребята, дойти до столовой мамы очень просто Вот как выйдете обратно с прогулки по Хрустальному пляжу И вот смотрите, сразу идете вот сюда Супермаркет Пут Это будет вам ориентир И идете вот прямо Пользуйтесь Яндекс.Картами Они здесь великолепно и детализировано работают И как увидите вот такое здание Поворачиваете направо На самом верху Вы увидите столовую у мамы Завернуть 5 метров И вот он вход Роскошная столовая С белыми скатертями С белыми скатертями Очень большая Все в масках Все в перчатках То есть все соблюдается Картофельного пюре у вас нету? Нет Только вот это вот, да? Вот есть такая Запеканка А вот это вот печеный картофель, да? Запеченый С салом и с грибами А, с салом С чесночком где? Вот это вот? А это у вас котлетки или чего? Это овощные оладьи Ага А что-то есть мясное? А что-то с горем, крылышка, гуляш, говядина И рыбка И мель и миша А рыбка где? Вот с кумбрией Ага Ага Нет, тогда мне, пожалуйста, вот эту вот Мне понравилась Запеканка Запеканка, да И мне, наверное, прям две штуки Да? Что одной там не наешься точно Да, давайте красный борщ Это компотик с сухофруктами? Да, да, да Картофельный запеканка Спасибо Спасибо Хлебушек под полотенцем Видите, и берете, кладете в одноразовую Все очень-очень хорошо, круто Хлеб пшеничный Два кусочка по 5 рублей Капуста квашеная 45 рублей 100 грамм Картофельная запеканка с мясом Одна вот эта штучка стоит 95 рублей Запеканка у меня двойная Борщ красный 75 рублей Здесь он идет с зеленью Можно взять сметану Она все входит С курочкой с белым мясом Компот из сухофруктов 30 рублей Итого общий счет составил 350 рублей Но вы не забывайте, что у меня двойная запеканка То есть минус 95, если вы одной наедитесь Соответственно, 250 Оплатить, естественно, можно карты Приятного мне аппетита Ребята, запеканка просто бомба Значит, картофель Потом идет мясо, сыр И все это запечено Просто вкуснятина Из капусточка Будете в Севастополе Возьмите эту запеканку Это правда, как у мамы Действительно вкусно, как у мамы Столовая у мамы Оправдывает свое название Я однозначно ее рекомендую По адресу город Севастополь Улица Щербака Дом номер один Вон уже частные прогулочные катерки появились Всякие кафетерии Хот-доги Тут вон какие-то майки Куча сувениров Как я обожаю, когда вот так люди отдыхают Кушают, пьют кофе И любуются морем Такие, знаете, террасы для приема ванн Прикольная картинка Прям на фоне моря Здесь Лолита Лолита была и Маруся И по телевизору Вот такая здоровенная Маруся Да вы что, у них даже имена были? Да Маруся В два часа как есть Бах сюда Ходила женщина Ходила женщина сначала Носила Кормила Кормила Носила Эти шкурки Эти самоваренные И вот сначала есть Маруся Лола стоит Поднаелась Маруся Лола начинает есть Вот бабка умерла Они два часа Раз Два точно Раз и деть То есть у них уже рефлекс срабатывал Я не знаю, что Нет, рефлекс Рефлекс Рефлекс, конечно Длинный такой рост По телевизору И не боялась Привыкнуть Идет Можешь с ней разговаривать Чуть ли не погладить, да? Она так и погладить Она только С тобой разговаривает И вот бабка умерла Я сижу Она тут же Я говорю Маруся нету баб Понимаешь Такие умные, да? Да Очень умные Видите, как местные дамы Загорают Принимают ванны Очень видно, что это местные дамы Потому что Центровые бабушки В любых городах Ну, они выглядят потрясающе Это вот, знаете Вот такая вот Как будто бы дама Только что с выставки С вернисажа Либо из театра Кстати, обожаю бабушек Центровых Прям за памятником Если на него смотреть лицом По правой руке Вот прям целый какой-то Амфитеатр с лавочками Люди отдыхают Устроить крепость большую Севастополь Где ныне Ахтияр И где должны быть адмиралтейства Верфи для первого ранга кораблей Порт и военное селение Екатерина II Вот так вот появился Севастополь В конце XVIII века 14 июня 2003 года Было 220 лет Со дня основания Севастополя То есть сейчас Скоро будет 238 Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, ну и закончить сегодняшний потрясающий день Я захотел вот в таком кафе Вышел на улицу И заказал бокал Шикарного местного вина Это авторское вино Его производит местный частный винодел Рэм Акчурин Вы знаете, отдает прям тропическими фруктами Вот что самое интересное В Ялте вот такие кафешки с вином Просто вот так идут друг за другом А тут вот нет Вот только одно нашел Называется бар Приморский бульвар Он очень-очень маленький Там всего лишь два столика Ну и вот и на улице можно посидеть Вечер заканчиваем с бокалом вина Потрясающий день сегодня был Сижу, отдыхаю, смотрю на море Ну что, мне принесли счет Я выпил два муската от Рэма Акчурина 400 рублей И мускат Бельбек 200 рублей Итого счет 600 рублей Оплатить, конечно, можно карты Посмотрите, какие старинные дома Самый центр Морская библиотека А вот потрясающий театр Театр Луначарского Посмотрите, какое красивое здание Все вот в таком вот стиле Такого морского, какого-то портового военного города И моя подруга Настя рассказала, что Сотрудники этого театра Ну, артисты театра Летом выступают на развалинах Херсонеса Доходное место По 30 Срочно нужно потереть и сесть Чтобы монетизация на канале Возросла в разы Присел, как написано Все по инструкции Ребята, зашел в театр Хотелось ходить на спектакль Потому что я очень давно не был в театре И подхожу в кассу Говорю, сколько стоит самый дорогой билет в первый ряд Она говорит, всего лишь 1000 рублей Представляете? Это копейки Я говорю, дайте мне, пожалуйста, билеты Она говорит, а у нас билетов нет Ни одного, говорю, нету Даже, говорю, куда-нибудь там наверх Она, ни одного В Ярике не смог попасть в театр Он еще Была пандемия Была не открыта Репертуарная сетка Там в Ярике шикарный театр драматический Ну, а здесь вот такие дела Все уже продано Видите, много туристов Да и местных Посмотрите, какой обалденный дом Он очень старинный А вот наверху Но это, мне кажется, все-таки новодел Сделали красные черепичные крыши Вот на таких вот мансардочках Посмотрите, какие балконы Ну, это вот реально прям Тридцатые-шестидесятые годы Ну, это потрясающе Посмотрите, какой старинный дом И вот Севастополь, центр Весь в таких домах Ну что, я возвращаюсь домой От остановки площадь Нахимова Идет куча-куча транспорта Мне ехать всего лишь шесть остановок Пользуйтесь обязательно в Севастополе Яндекс-картами Они здесь очень работают Детализировано Всегда увидите, какой транспорт идет Из пункта А в пункт Б Вон, посмотрите Шикарная у меня квартира Шесть остановок И автобусы, и троллейбусы, и маршрутки Поэтому очень рекомендую Ребята, я уже дома И я, когда пришел, я понял, что я сгорел Вы просто посмотрите на мой лоб Особенно вот эти вот места Нос У меня и так это все в Ялте сгорело А я сегодня в Севастополе погулял И у меня сейчас аж мурашки идут У меня все сгорело И я понял, что в феврале, либо в марте Неважно Нужно всегда с собой брать Крем от ожогов От солнца Тем более, если вы белобрысые, как я Либо рыжие Нам вообще нельзя выходить на солнце без крема Даже зимой Все, для меня это урок Век живи, век учись Значит, захотел я попробовать пломбир Севастопольский классический Эскимо по ГОСТу Ну, местный, да Аквину взял вот такой темный шоколад С фундуком Я очень люблю темный шоколад Там с фундуком, либо с миндалем Итого, чек составил 126,80 Шоколад стоит 69,90 А мороженое 56,90 Компания Легенды Крыма Прям молоко Прям сливки Прям сливки шибанули Рекомендую Ну что, ребята Вчера я сильно устал Поэтому я вчера лег спать Рано и как бы ни до чего было Поэтому сегодня, после шикарной прогулки Я решил отметить свой переезд В Севастополь Это белое сухое вино Из двух сортов винограда РКЦИТЕЛИ и ОЛИГАТЕ Местное, естественно Инкерман Вот открыл бутылочку Налил бокал И у меня такая снэк-тарелка Шоколад с фундуком Который я взял, вы видели Яблоко, которое я брал И сыр, который брал Вот так сегодня решил я отметить Свой переезд в Севастополь Ребята, и что я вам хочу сказать Первые мои впечатления об этом городе После Ялты Вот вы знаете, Ялта для меня Это вот какая-то такая уютная Аристократическая Со своей королевской набережной Вот такая какая-то жемчужина Кругом много дворцов Каких-то поместьй Даже многие отели с 19 века Вот она все-таки Какая-то все-таки Более уютная Старинная Аристократическая Понимаете Вот не знаю Вот прям какая-то королевская С ее замками А Севастополь Он такой вот, знаете Вот прям вот Военно-морской флот Здания с советских времен Хоть и безумно красивые Все пронизано духом моряков Вот такой, вы знаете Вот такой вот прям Суровый какой-то такой город Ну в хорошем смысле этого слова Вы знаете, я его сегодня даже назвал Морским Волгоградом Вот он сразительно отличается от Ялты И вот пока на данный момент Вот как-то То ли может быть я с детства в Ялте То ли вот она вот такая классная Такая уютная Но вот как-то у меня пока душа больше к Ялте Но это не значит, что Севастополь мне не нравится Просто, наверное, мне нужно привыкнуть К совершенно другому какому-то духу Да, потому что это не такой прям курортный город Конечно, он курортный Но он не такой вот как Там Алушта, Ялта, Алупка Да, вот это все Он просто имеет другой дух И возможно, я пока еще не так его воспринимаю Вот так, как нужно Потому что у меня все-таки вот как бы, да В голове, что курорт А тут вот бац, все-таки такой город Не знаю, я очень надеюсь, что за эти дни Я его открою для себя Но он очень интересный Впереди будет очень много интересных серий Поверьте мне Вот, поэтому подписывайся на мой канал Включай колокольчик, чтобы не пропустить новую очередную серию Конечно, комментируй каждое видео Для меня это очень важно Ну, естественно, Инстаграм, Инстаграм, Инстаграм Там фотки и сторис выходят в прямом эфире Поэтому ты уже будешь знать, что будет через несколько дней у меня на канале Ну, а я пью за Севастополь За город моряков Боже Инкерман Завод, который мы вчера проезжали с вами уже на подъезде к Севастополю Шикарно Белое полусухое Это мое И вообще Я что-то Крым так обожаю Крымчане, вам так повезло, что вы живете на этом шикарном полуострове Это просто рай Еще раз за вас За полуостров И за Россию Продолжение следует...